МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Перепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Началась рассылка налоговых уведомлений, кому положены льготы при уплате имущественного налога. Ситуация с COVID-19 остается крайне серьезной во всех регионах страны. Михаил Мишустин провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Зодчество 2021. Воспитанники детской школы искусств приняли участие в международном фестивале. Далее расскажем обо всем подробно. Налоги на имущество физических лиц за 2020 год необходимо уплатить до 2 декабря. Какими способами уплаты могут воспользоваться саровчане и кому положены льготы, расскажем в следующем репортаже. Рассылку налоговых уведомлений уже начали, так что совсем скоро саровчане смогут найти их в своем почтовом ящике либо в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно несколькими способами. Через личный кабинет, мобильное приложение налоги физического лица, на портале госуслуги, а также через платежные терминалы и почтовое отделение связи. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида. Это квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машина, место. Льготы могут получить пенсионеры, физлица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды. Льготы земельного налога предоставляются пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Они имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. Льготы предусмотрены и для транспортного налога. Основные категории граждан – это пенсионеры и инвалиды. Они имеют льготу в размере 50% на одно легковое транспортное средство до 150 лошадей включительно. Многодетные семьи имеют льготу на легковые машины на 150 лошадей включительно в размере 100%. Предоставление льгот носит беззаявительный характер. Их распределяют на основе сведений, которыми располагает налоговый орган. Налоговые уведомления не направляют тем лицам, которые полностью освобождены от уплаты имущественных налогов. Пенсионер в собственности имеет одну квартиру и у него в собственности имеется земельный участок. Площадь земельного участка составляет 6 соток. Такому физическому лицу уведомление не сформировано. Также от уплаты освобождают тех граждан, чья сумма налогов меньше 100 рублей. Если вы не получили уведомления, сотрудники рекомендуют обратиться в налоговый орган, где вам его вручат лично. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. О поддержке здравоохранения, вакцинации и особенностях новой волны COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Свыше 60 миллиардов рублей направило правительство на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 4 миллиарда рублей выделили на закупку специальных лекарств для тех, кто находится в стационарах. Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19 и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации. Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 крайне серьезной во всех регионах страны. Председатель правительства поручил главам субъектов внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинацию проводили и в нерабочие дни. Он напомнил, что губернаторы могут продлить период нерабочих дней, если рост заболеваемости продолжится. Сейчас в стране болеют коронавирусом 1 миллион 335 тысяч человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что эта цифра больше, чем на пике прошлого сезона. Особенностью этого периода является быстрое развитие тяжелого течения заболевания, требующего госпитализации у ранее непривитых граждан. Потому что особенность возбудителя, который сейчас циркулирует, именно высокая контагиозность и быстрое нарастание клиники. По словам Михаила Мурашко, сейчас в стране развернуты 292 тысячи коек для больных коронавирусом. Госпитализировано 268 с половиной тысяч человек. 11% из них в тяжелом состоянии. Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения. Максимально тяжело, конечно же, протекает у невакцинированных пациентов, особенно имеющих артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет. Поэтому эта категория пациентов, она просто первая должна, конечно же, пройти вакцинацию. Среди заболевших COVID-19 растет число беременных женщин. Министр здравоохранения напомнил, что будущим мамам также необходимо прививаться. Медики рекомендуют сделать это после 22-й недели беременности. Доложил Михаил Мурашко и о заболеваемости коронавирусом среди детей. Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что 50% течет заболевания с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала. Министр здравоохранения отметил, благодаря тому, что в ряде субъектов действуют коронавирусные ограничения, темпы роста заболеваемости за последнюю неделю несколько снизились – с 16 до 10%. Для увеличения объемов тестирования граждан в регионы направили более 5 миллионов тестов. На 9 миллионов исследований сформировали запас. Новую волну коронавируса в Нижегородской области спрогнозировал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, если в ближайшие 2-3 недели вакцинацию не пройдут 80% местных жителей, разрушительный эффект от пятой волны будет еще сильнее. «Удар стоит ожидать после Нового года. У нас не будет возможности выйти из четвертой волны», – написал Давид Мелик-Гусейнов в своем инстаграм-аккаунте. За минувшие сутки в России зарегистрировали 36 582 новых случаев заражения коронавируса. Из них 783 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 95 человек. Из тех, кто госпитализирован – 11 в тяжелом состоянии, 6 в легком, остальные – в средней степени тяжести. Еще два саровчанина скончались. КБ-50 срочно требуется младший медицинский персонал для работы в госпитале с больными новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники получают стабильную заработную плату свыше 40 тысяч рублей, полный соцпакет, обеспеченный средствами индивидуальной защиты. По всем вопросам необходимо обращаться в отдел кадров КБ-50 по телефону 53414. МРОД в 2022 году составит 13 617 рублей. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда на 825 рублей Госдума приняла в первом чтении. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Проект закона о региональной власти, который в том числе и снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, рассмотрят депутаты Госдумы на пленарном заседании 9 ноября. Законопроект также предусматривает механизм ответственности для депутатов ЗАГСобраний и расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента. Размер максимального пособия по безработице в 2022 году может составить почти 12 800 рублей. Это на 600 рублей выше, чем в этом. Проект соответствующего постановления правительства рассмотрит российская трехсторонняя комиссия. В документе говорится о том, чтобы установить максимальную величину пособия по безработице в первые три месяца его выплаты, а также гражданам предпенсионного возраста на уровне минимального размера оплата труда – 12 792 рубля. Максимальную величину пособия по безработице в следующие три месяца и минимальную величину пособия по безработице предлагают сохранить на уровне 5 000 и 1 500 рублей соответственно. Воспитанники детской школы искусств приняли участие в 29-м международном фестивале «Зодчество в Москве». Вместе с сыровчанами свои работы представили молодые архитекторы и ученики архитектурных школ и студий из 20 регионов России и зарубежья. Об успехах воспитанников ДШИ расскажем далее. Международный фестиваль «Зодчество» – крупнейшее событие в архитектурном мире. Девизом конкурса в этом году стала истина. Каждый представил свое видение, ответы на вопрос, что же это такое. Из года в год работы на фестивале представляют воспитанники детской школы искусств. В этот раз отправили пять проектов. Каждый из них совмещал работы, созданные руками воспитанников одного курса. У нас были представлены проекты архитектурные шляпы корабли, которые стали лауреатами. Дальше архитектурные окна. Потом маленькие дети у нас представили проект «Моя архитектурная планета». Это графические работы, где портреты были представлены в виде таких планет. Также ребята представили проект по архитектуре Древней Греции «Волшебная нить Ариадны» и архитектурные фантазии на тему бионики. Четыре проекта были удостоены дипломов Союза архитекторов России, а работа выпускников школы получила звание лауреата фестиваля. Их проект – это как раз шляпы корабли, выполненные в разных стилях. Самое сложное было сделать макет корабля, так как нужно было продумать, в принципе, всю конструкцию, внешний вид, декор. И, собственно, сделать так, чтобы это все было гармонично, смотрелось на голове. Я делала архитектурную шляпу в стиле биотек. Интересна тема близости природы и человека. И я хотела в этом показать в своей работе, показать вот эту вот тему. Каждая работа – это кропотливый и долгий труд. Например, этот китайский храм «Зеленой козы» Полина Пухова делала больше четырех месяцев. Это и сам рисунок, выполненный карандашами и маркерами, и бумажный макет здания. Создавая работу, Полина параллельно знакомилась не только с архитектурой Китая, но и изучала его культуру и обычаи. Постепенно я изучала вот Китай, сам Китай, узнала много нового, когда делала работу. И мне очень понравился этот процесс. Познакомиться с работами воспитанников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств можно на онлайн-выставке. С 28 октября она будет доступна для просмотра на сайте школы и в группе учреждений ВКонтакте, без возрастных ограничений. Клуб любителей православной книги в библиотеке Маяковского существует 8 лет. Его организаторы проводят литературные встречи и вечера. Последнее мероприятие в клубе прошло в честь памяти архимандрита Павла Груздева. Подробности далее. История клуба любителей православной книги в библиотеке Маяковского началась со встречи по книге «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова. Читатели собираются раз в месяц, чтобы обсудить произведения духовного содержания. На протяжении 8 лет клуб проводит литературные вечера, а также встречи со священниками и писателями. Художественная литература, она образно, очень как-то доходчиво объясняет те же самые духовные законы. Например, о жизни своих героев. Очень много у нас и вот сейчас в нашем отделе литературы, которая рассказывает документальные истории человеческой жизни. В 2014 году на базе клуба в библиотеке появился отдел духовно-нравственной культуры. Сначала фонд отдела сформировали из книг, которые уже были в библиотеке. Сейчас сюда поступают все новые и новые экземпляры. Это искусство, это религии мировые, в первую очередь, конечно, православие. Дальше по педагогике, по психологии у нас здесь материалы, философия. Ну и, конечно, православные журналы. Вот на данный момент фонд наш составляет порядка трех тысяч книг. Клуб любителей православной книги активно сотрудничает с Саровским благочинием. Каждая встреча проходит при участии отца Сергия Скузоваткина. Последние мероприятия организаторы посвятили памяти Архимандрида Павла Груздева. За новостями и анонсами клуба следите на сайте библиотеки имени Маяковского, а также в группе «Православный Саров» ВКонтакте. В преддверии осенних каникул клуб волонтеров «Инсайт» провел профилактическую акцию, посвященную здоровому образу жизни. Добровольцы раздавали людям листовки, в которых рассказывали о полезных привычках и призывали уделить время своему здоровью. Подробности далее. Марафон добрых привычек – акция, которую клуб «Инсайт» приурочил ко второму этапу всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтеры раздавали флайеры, объясняли, как бороться с вредными привычками и развивать хорошее. Также добровольцы приглашали всех желающих поиграть и найти среди букв спрятанные слова. Затем во всех объединениях молодежного центра прошли беседы о здоровом образе жизни. Основной упор делали на профилактику наркомании. Суть этой акции – рассказать окружающим, что при преступлении нужно обязательно сообщать. Нельзя ни в коем случае вестись на какие-то уговоры, не поддерживать вредные привычки и соблюдать здоровый образ жизни. Такие акции «Инсайт» проводят каждый месяц. Задействованы в них все участники клуба. София Комкова – одна из активистов «Инсайта», сама ведет здоровый образ жизни и хочет побудить окружающих последовать ее примеру. Это действительно полезно, это несет пользу обществу, потому что в здоровом обществе – здоровая страна, здоровое государство. Здоровый образ жизни, в моем понимании, это здоровое питание, здоровый сон. То есть, когда все в меру, все сбалансировано, когда отсутствуют вредные привычки или они снижены до минимума. Время вынужденного перерыва участники используют, придумывая новые акции и проекты, чтобы приобщить к здоровому образу жизни как можно больше горожан. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!